Тем временем в Вене продолжается масштабная спецоперация. Напомню, серия нападений произошла в шести разных точках города, где вооруженные люди открыли стрельбу. Ряд европейских политиков уже выразили свои соболезнования. И сейчас по телефону с нами на прямой связи наш корреспондент Шулпан Найманбаева. Она находится в Вене. Шулпан, вы меня слышите? Здравствуйте, Алмаз. Шулпан, расскажите, пожалуйста, что еще к этому часу известно? Ну, к этому часу уже известно о четырех погибших. Помимо этого, 15 человек числятся ранеными. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Как известно, один террорист был застрелен полицейскими. Сообщалось, что на нем был поезд смертника. И, как сейчас заявляют власти, он был не настоящий. Это был муляж. Какая-нибудь информация, какими мотивами руководствовались нападавшие? Сейчас в Вене раннее утро. Информации пока немного. В МВД Австрии заявили, что среди террористов был как минимум один радикал, который являлся сторонником ТИГИЛ. Полиция уже провела обыски в его квартире. Напомню, один террорист был застрелен. Всего же, по данным СМИ, нападавших могло быть четверо. Также СМИ сообщают о задержанных. Однако детали пока не разглашаются в интересах следствия. Добавлю, спецоперация в Вене продолжается. Жители по-прежнему просят обходить центр города стороной, так как поиски продолжаются. Обозревается, что один нападавший находится в Дыгах, поэтому Австрия вела даже пограничный контроль. Добавлю, ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. У меня на этом вся информация. Мы будем следить за развитием событий. Алмаз. Берегите себя. Шалпанна Иманбаева, наш корреспондент, находится в Вене. И она была с нами на прямой связи по телефону.